Всем привет, с вами InformTV. Дарья Юргенс – это российская актриса театра и кино. Первую зрительскую любовь она заслужила на рубеже веков, снявшись в фильмах Алексея Балабанова «Про уродов и людей» и «Брат 2». Она также звезда сериала «Морские дьяволы». Дарья до начала 2000-х была под фамилией Лесникова и родилась в Сибири в январе 1968 года. Но в заснеженном Томске прошли только ранние годы жизни будущей актрисы, а вот взрослела Дарья уже возле теплого Азовского моря. Детство и юность пришлись на жизнь в Мариуполе. Этот южный город актриса любит и сегодня, считая его родным. Родители Дарьи слежили в местном драмтеатре и дочь часто наблюдала за работой из-за кулис. Дарья, получив школьный аттестат, выбора не имела. Дорога вела только на сцену. Девушка отправилась в Ленинград, с которым семью связывала давняя история. Мама и бабушка родились в этом городе. В 90-м году Дарья получила диплом театрального вуза и отправилась делать театральную карьеру. Ее творческая биография началась в Питерском молодежном театре. И ему она почти никогда не изменяла. Когда Дарья поступали предложения из других питерских театров, актриса отказывалась каждый раз. Но однажды она согласилась сыграть Оливию в 12-й ночи в Большом драматическом театре. Единственное, что не устраивало артистку в работе, это крохотная зарплата, за которую едва удавалось сводить концы с концами. Юргенс понимала, что широкая известность чаще всего приходит к тем актерам, которые появляются на экране. Однажды и девушка решила попытать счастье в кинематографе и отправилась на кастинг к режиссеру Алексею Балабанову. И удача улыбнулась девушке. Юргенс сначала снялась в эпизодической роли в картине про уродов и людей. Режиссеру понравилась игра этой молодой актрисы, потому что вскоре постановщик предложил Дарье новую работу в проекте. Да еще и в каком. Речь, конечно же, о легендарной картине «Брат 2», в которой Юргенс снималась в ряде сцен с Сергеем Бодровым. После выхода этого культового проекта на российские экраны все участники фильма проснулись знаменитыми, в том числе и Дарья, которой досталась роль русской путаны по кличке Мэрилин. Съемки проходили в Америке. «Брат 2» оказался настоящим трамплином для актрисы в мир российского кинематографа. Дарью сразу заметили и начали приглашать в различные сериалы, причем на разноплановые роли. Помимо участия в фильмах Балабанова, актриса снялась в первом сезоне «Улиц разбитых фонарей», затем появилась в многосерийном фильме «Дом надежды». Помимо драмы и трагикомедии, в фильмографии актрисы стали появляться детективы «Крот 2», агентство НЛС, агентство «Золотая пуля» и «Пейзаж с убийством». В 2003 году с участием Дарьи вышла мелодрама «Женский романс». В эпизодических ролях актриса появилась в сериалах «Танцор», «Итальянец», а также появилась во втором сезоне «Ментовских войн» и «Бандитском Петербурге 8». Многосерийный проект «Морские дьяволы», в котором Юрген снова досталась звездная роль, вышел на экраны в 2006 году. Далее были картины «Свой чужой», «Васильевский остров», «Запрет на любовь», «Каменская 5», «Не родись красивым» и «Военная драма» «Жить сначала». В мелодраме 2010 года «Дом у большой реки» Дарья перевоплотилась в мать пятерых детей. Фильмография актрисы исчисляется десятками ролей. Первым мужем Дарьи был известный актер Евгений Дятлов, но на тот момент, когда молодые поженились, а это был четвертый курс театрального вуза, это были два никому неизвестных студента. Вместе супруги прожили три года. В этом браке успел родиться сын Егор. Причиной расставания стали измены мужа. У Евгения был роман с коллегой по имени Анжелика, с которой актер служил в театре «Буф». Первое время он скрывал отношения на стороне, но однажды признался. По словам Дарьи, это предательство является самым страшным. Девушка на тот момент пережила сильнейший стресс. Супруги пытались сохранить брак, но безуспешно. До развода, когда в семье уже было неладно, у Дарьи вспыхнул короткий роман с рок-певцом Юрием Шевчуком. Но она первая сделала шаг к расставанию с мужем. Через некоторое время Юргенс узнала о беременности. Юрий Шевчук настаивал на том, чтобы возлюбленная ушла из театра, посвятив себя семье. Но Дарья приняла решение сделать аборт, о чем жалеет до сих пор. Личная жизнь Дарьи претерпела изменения спустя некоторое время. Она ответила взаимностью на чувства актера Петра Журавлева. Мужчина ради семьи оставил сцену и подался в торговлю. Но, к сожалению, чувства остыли, а жить из-за привязанности по инерции Даша не хотела. Судьбу актриса встретила на съемках «Морских дьяволов». Этот сериал принес Дарье долгосрочную работу в кино и любовь. Сергей Великанов был задействован в сериале в качестве постановщика трюков и личного тренера Юргенс. Сейчас пара постоянно вместе – и дома, и на съемочной площадке. У Дарьи есть дочь Александра. Актриса не говорит, кто отец девочки. Девушка считает папой Сергея Великанова. Сын Егор пошел по родительским стопам. Молодой человек стал актером театра «Буф». Егор Лесников женился на коллеге из театра «Кукол» и недавно сделал Дарью и Евгения Дятлова бабушкой и дедушкой. Проект «Морские дьяволы» является главным для Дарьи. Актриса практически не участвует в съемках других фильмов. В 2016-м она засветилась в мелодраме «Так поступает женщина», а в 2017-м снялась в социальной драме «Ничей». Сейчас актриса продолжает работать над ролью Багиры. В октябре 2018-го Дарья стала гостьей программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» и артистка откровенно рассказала о личной и творческой жизни. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео со своими друзьями в соцсетях. Удачи!